Но если мы не знаем историю нашей, то я вам хочу сказать Е-Шуа Вперед, я так могу чувствовать ты Но я тогда одна, я так, что ты переди Вперед, ты, хашминад Бема-лог, то-шим, о-ри Кезухарха, хатракия, маскарин И вы знаете, будем из ничтожного достигать драгоценное. То, что было передо мной, вот знаете, эти драгоценные люди, которые говорили истины Божьи, я понял, что мне выходить сюда не надо, потому что они за меня уже все рассказали. Вот буквально. Даже те места Писания, которые я готовил, думал, вот, это будет откровение, получается, ничего нет нового под солнцем. И это говорит о том, что мы действительно движемся в Духе, в одном Духе Святого, да, Руаха Кодыш, ветер святости, который направляет наши паруса, который дает нам силы проходить через эти лабиринты жизни и действительно видеть вот это драгоценное из ничтожного. Потому что в нашей жизни много всего. Но помните, Ешуа говорит, когда нашел один человек жемчужину, что он сделал? Он отдал все, что у него было, продал, чтобы приобрести эту жемчужину. И я думаю, что сегодня хорошее время для каждого из нас приобретать этот жемчуг, приобретать эту драгоценность, которая, ну, действительно может изменить жизнь людей, которая реально изменит жизнь городов, общин и стран. Я не просто говорю, вы знаете, я чуть-чуть, я думаю, с другого начинать, но я хочу сказать, Львов. В Львове была еврейская христианская церковь до Второй мировой войны, до тех пор, как присоединились Советы, да, Советский Союз, Львов к себе. Там была еврейская христианская церковь. В Киеве в разгар антисемитизма, в разгар гражданской войны, там росла еврейская христианская церковь. Одесса, ну, за Одессу я молчу, потому что Одесса действительно являлась, как и Кишинев, центром мессианского движения евреев-христиан. Житомир, Житомир, вы знали, да, Павел Белоус, который организовали уникальное служение в поезде. Они покупали билеты от Житомира до Жмеринки и всю дорогу проповедовали. И в Христе есть журнал «Христианин за 1921 год», и там есть история одной евреи, как она рассказывала, как она уверовала через это служение. Я надеюсь, что вот эти маленькие драгоценные жемчужины, они покажут, что мы сегодня не просто, знаете, появились неоткуда. Пришли, здравствуйте, вот мы хорошие ребята, вот любите нас. Мы часть этого великого, уникального движения евреев-христиан, уникального движения, который Бог поднимает в последнее время, чтобы община Божья пришла в единство. Итак, любить Бога, значит, с готовностью принимать все, как приятное, так и болезненное, как нисходящее от Него, и верить, что все, что исходит от Него, идет нам на пользу, чтобы научить нас, разъяснить нам нашу собственную слабость, раскрыть тьму внутри нас, которую мы легче распознаем в нашем ближнем. И прежде всего, чтобы мы поняли значение благодати, спасающей милости Божьей, Его великой любви к нам. Эти слова написала женщина по имени Полин Росс. Ее называли в Израиле, и сегодня называют леди горы Сион. После окончания войны за независимость, старый город Иерусалим оставался под контролем иорданского правительства. Евреи были изгнаны из старого города, гора Сина была военизирована, военной зоной, да, и прямо на границе между Израилем и Орданией. И на горе Сион никто не жил. Все дома, которые там были, они пришли в запустение или были разрушены. То есть, они, ну, осыпались, приходили в руины, в негодность. Полин Роуз, южно-африканская еврейка, одна из халуцин еврейского мессианского движения в Англии, и потом в Израиле, имела хуспу. Знаете, хуспа это такая святая, святое дерзновение. Идти и делать, исполнять волю Божью, несмотря на трудности и опасность поселиться на горе Сион. Я хотел приехать сюда, потому что у меня было видение горы Сион и того, что она означает. Гора Сион, как нам сказали, это место, которое Бог избрал для своей обители. Место, где благословение будет исходить на весь мир. Место, где у него будет дом молитвы, заметьте, опять дом молитвы, куда будут стекаться все народы. Я очень, ну, я вам говорю, что вы увидите, вот то, что я буду говорить, оно будет перекликаться с теми, что говорили братья из Житомира, из Львова. Вы просто увидите, как Бог, интересно, ткет вот этот чудесный ковер. Вот этот, я не знаю, как вам сказать, откровение слова последнего времени. Смотрите, ей было 70 лет, да? Ему было 80, и на эту пару смотрели, как на сумасшедших. Восстановить... Что же вы меня тут делаете? Восстановить дом на горе Сион? Ну, давайте я подойду ближе. Идите. Восстановить дом на горе Сион? Это безумие. Весь Израиль замер в ожидании апокалипсиса. Новой войны с арабским миром. Одни стремились уехать из Иерусалима подальше. Знакомы они? А эти старики странные, сами идут в зону вот этого боя и говорят, мы хотим здесь жить. Знаете почему? Потому что у них было слово от Бога. И они хранили Божье имя в чести. И я продолжу историю Полин Рос, но перед этим, ну, как бы немножко, так, как говорит наш Райба, любит, лирическое отступление. Итак, лирическое отступление. В то время, когда весь мир замер в ожидании апокалипсиса, ну, стараясь даже, боясь думать об этом, избегая говорить об этом, да, мы нуждаемся в нем. Но, я не оговорился, мы нуждаемся, нам нужен апокалипсис. Вы спросите, что ты за кровожадный ты, парень? Почему? И это хороший вопрос. Потому что у нас, верующих в еврейского мессию, извините, мы верим в еврейского мессию, все не так, как у обычных людей этого мира. Ну, понимаете, судя по фильмам, да, апокалипсис это катастрофа, разрушается мир, разрушаются дома, гибнут люди. Но я вам скажу, что без апокалипсиса люди гибнут более сильнее, чем во время апокалипсиса. Не верите? Хорошо. Открываем притчу, притчу 29 глава, 18 стих. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Еврейское слово хазон, да, которое в греческом переводе септуагинты звучит как апокалипсис. Итак, открываем откровение, да, 1.1. Откровение Иисуса Христа. Апокалипсис Ешоа Мессии, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит вскоре быть. Быть вскоре. Опять притча, 118 глава, 2 стих. Блаженны, хранящие откровения его, апокалипсисы его, всем всем сердцем ищущие Бога, или его. Так вот, о каком апокалипсисе идет речь. Понимаете? Мы берем слово и придаем ему другое значение. Но на самом деле апокалипсис это откровение Бога человеку. Откровение как оружие, как то, что он дает нам, чтобы мы могли идти дальше, чтобы мы могли изменять что-то в этом мире. Это готовит нас к тому, что надлежит быть. Итак, откровение 1 с 1 стиха по 3 стих. Откровение Ишуа Мессии, который дал ему кто? Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он и через ангела своего, рабу своему Иханану, который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Ишуа Мессии, и что он видел. Блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем. Ибо время близко. Заметьте, откровение. Откровение изменило жизнь Авраама и Сары. Помните, оставь дом отца твоего, выйди из земли твоей, да, и войди в землю, которую обетовал, и произойдет от тебя что? Народ великий, и будет в нем благословение для всех народов. Откровение. Они послушались, сделали все, что сделал Бог, и в мире произошел апокалипсис. Языческий мир зашатался, потому что в мир язычества пришло откровение живого Бога. В языческий мир пришел живой Бог. И эти миропорядки не могли устоять. Смотрим дальше. Ученики Ишуа услышали своего учителя, и они оставили все. Так? Встань и иди за мной. И он тотчас поднявшись, что? Последовал за Ишуа. И это стало началом, я даже скажу больше, продолжением Божьего плана искупления для этого мира. После его воскресения еврейские апостолы понесли благую весть от Иерусалима до конца земли. И там, где царила тьма, пришел Божий цвет. Если, опять же, фигурально выражаться, то в языческом мире произошла катастрофа. Язычество было разрушено Богом. И словом свидетельство Его. И вы знаете, когда я готовился к этой встрече, я понимал, что Бог хочет что-то нам сказать. И я получил свое откровение, но я хочу, чтобы вы услышали дальше. Откровение 3, 7, 10. И ангелу в филадеофийской церкви напиши. Так говорит истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Отметьте для себя. Знаю твои дела. Вот, я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот тут пока мы остановимся. Заметьте. Знаю твои дела. Ты немного имеешь силы, сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Знаете, сегодня происходит перераздел ценностей. И сегодня мы говорили об этом. Что для нас является ценностью? Знаю твои дела, да, и немного ты имеешь силы. Очень часто я сегодня слышу, где сила Божья? Почему во времена апостола вложили руки, и все исцелялось? Почему они говорили, и мертвые воскресали? Почему вот так происходило? Почему у нас сегодня нету? И вы знаете, признак настоящей новозаветной общины, это что? Сила. Чудеса, чудеса, знамения. А Господь говорит, немного ты имеешь силы. И это не упрек, Он не говорит. И вы знаете, слово сила, немного имеешь силы, это слово динамис, динамус. То есть им же и переводится слово чудесам. Другими словами Бог говорит, у тебя немного чудеса происходит. Может у тебя немного силы есть, это не страшно. Я не ставлю тебе в вину, что у тебя нету того, что есть у кого-то. Немного ты имеешь силы. Да? Понимаете, и тут парадокс. Вроде бы Господь говорит, да, что Евангелие от Марка 17 глава 16 стиха. У веровавших, помните, любимое место, будут сопровождать сие знамения. Имени Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Кстати, зачем брать змей? И если что смертоносное выпьют, как у вас практика, есть ли в общинах змеи брать? Соберемся сегодня на субботнее служение и возьмем змей. Гатов нет. Гатов нет. Хорошо. И не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И вы знаете, это сказал Ишуа. И это истина. Действительно. Так будет. Тогда получается парадокс. Вроде бы так должно быть, и так нету. Знаете, как к Рэбе приходит, два еврея, один говорит, он слушает его, говорит, ты прав. Второй, нет, нет, ты меня послушай. Он его слушает, говорит, ты тоже прав. Тут выходит Рэбе Цена и говорит, слушай, что-то я не понимаю. Он прав, ты прав. Кто же прав? Ты тоже права. На самом деле, действительно, Бог не судит нас по нашей силе. Потому что все, что от Него, к Нему и для Него. Мы забываем то, что прежде Он говорит. А что говорит Ишуа перед этим? И сказал им, идите по всему миру и пробоведуйте Евангелие всей твари. Евангелие, да, благую весть. О том, что есть выход, о том, что есть новый путь, о том, что есть спасение. Вы чувствовали себя иногда виноватым? Вот я не такой, как Билли Грэм. Я не такой, как Рихард Бонке. Ой, а вы знаете, я очень бы хотел быть Кэтрин Кульман. Ну, это мужчины порой говорят, это странно. Но сестры, мы хотим быть, как Кэтрин Кульман. А я спрашиваю, а вы готовы платить ту цену, которую платили эти люди? Вы готовы делать то, что делали эти люди, пострадав, оставив ради Господа? И чаще я понимаю, что, ну, во всяком случае, я не готов, честно говорю. Лучше быть честным перед Богом, чем потом раздетым перед людьми. Понимаете? Итак, чудеса – это не основа, не цель нашей веры, а то, что сопровождает наше хождение перед лицом Божьим. Когда мы проповедуем, Он сам приходит и совершает чудеса. Как говорил Рэбе Сергей, когда мы ищем его в молитве, вдруг мы приближаемся к нему. Приблизься ко мне, и я приближусь к тебе. Возови ко мне, и я отвечу тебе. Как говорил апостол Китая, помните? Вот забыл. Нет. Мао Цзэдун Рэбе тоже, кстати, покаялся перед смертью. Но на самом деле, как говорил апостол Китая, я вам скажу его имя, я забыл, вылетел из головы, он говорил, Хадсон Тейлор, много молитвы, много силы. Мало молитвы, мало силы. И спросили, где же ты берешь свою силу? Он говорит, на коленях. Я беру свою силу на коленях, ничтожное. Но мы хотим сразу, знаете, взмахнул рукой и полетел. Непонятно куда, но летишь. И вспомните, что Ишуа говорил. 70 учеников идут и проповедуют благую весть. Лука 10 глава 17-20 стих. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. А что она отвечает? Молодцы. Он говорит, нет. Не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. Вот это драгоценное, самое драгоценное, что могло быть. Почему? Потому что я еще раз повторюсь. Чудеса – это не основа и не цель нашей веры. А то, что сопровождает наше хождение перед Его лицом. Это просто есть у нас. Это не отнять у нас. Если мы исполняем Его волю, Он подтверждает Слово свое тем, что Он изменяет этот мир. Он приносит исцеление в народы, в людям, в отношения, в семьи. Он обогащает, дает деньги для того, чтобы Его царство раскрывалось. Вот что происходит, когда Бог совершает, когда мы идем и исполняем Его волю. И мы вспомним еще раз, Матфея 7, Гаваз 22 стиха. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твое ли имя не пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Обратите внимание, этот список часто то, что мы ищем. Пророчествовали, изгоняли бесов, творили чудеса. Так? Но для Ишуа, для Господа Израиля, это не критерий нашей духовности, оказывается. Ну что мы ждем? Господь, Он скажет, посмотрел, говорит, ух ты, вот это ты меня удивил. А ну еще расскажи, как ты там исцелял, как ты пророчествовал, ну, моим именем, моей силой ты это все делал, расскажи еще раз мне, как это все происходило. Послушайте, я верю в силу Божью. Я верю в чудеса Божьи. Я верю в исцеление Божье. Я видел, как происходили вещи, которые невозможно объяснить. Я видел, как меняли жизни людей, на которых плюнули и растерли, сказали все. Я видел, как общины, на которых все смеялись, сегодня славят Бога и поднимают в славе и силе Духа Святого голоса к небу. Понимаете, я верю в Бога такого. Но я не верю, что наша жизнь, это погоня за чудесами и знамениями. Я верю, что наша жизнь, это то драгоценное, что наши имена записаны в книгу жизни. И когда мы будем совершать его дела, дела, действия, его дела, да, мы будем видеть, как Бог творит невозможное. Вспомните, кем был Стефан? Помните? Первый человек, который пострадал за веру. Ну, как бы он не первый, но один, да, вот такой знаковый. Кем он был? Напомните мне, пожалуйста, я тут иногда забываю. Диаконом. Ну, диакон это еще звучит как-то. За фозом он был, о столах он пекся, чтобы людей не обижали. А что мы читаем? А Стефан, исполненный верой и силой, Динамус, совершал великие чудеса и знамения в народе. Он делал свое дело, и мы видим результат. Он делал то, что он должен делать, и мы видим результат. То же самое, как эта женщина, и мы еще к ней вернемся, к Паулин Рос, да, 80 лет, и она исполняет Слово Божье. Она поднимается на эту голову, и вы знаете, у нее получилось. У нее получилось. Но это немножко дальше. Итак, смотрите, у нее было откровение. Откровение Паулины Рос было простое. Бог не отверг Израиль. Бог не отверг свой народ. Бог не отверг свои чудеса и знамения, которые люди, казалось, уже забросили. Она верила, что приходит время восстановления. Восстановление Израиля, как народа, в теле Мессии. Происходит вот это чудесное соединение из двух, один народ. Народ Божий, да, мы читаем. Он поднял, да, евреев и неевреев, что в самом себе сделать, что? Одного нового человека. Ну, там множественное число, одно новое человечество. Это как семья, муж, жена. Это разные люди, но они одно целое. Дети, это продолжение своих родителей, но они одно целое. Вот то, что у нее было откровение. И это откровение у нее было тогда, когда в Европе отгрохотал Холокост. Когда слово христианин было позорным, когда говорили, вы убили наших родных и близких. И представьте, еврейка приезжает в Израиль и начинает проповедовать Ишуа. Представляете ее положение. Я понимаю, что каждый день мы с вами выходим на улицу, идем в такие районы, где просто ненавидят христиан и говорим, Бог любит тебя. Нет? Понимаете? Мы иногда говорим, нас не слушают, мы обижаемся. А она идет, проповедует. И что она говорит? Некоторые группы считали своим долгом защитить меня от этой сатанинской веры. Другие пытались направить мои заблуждения в сторону единственной истины, которую можно найти только в их церкви или определенной динаминации. Каждый прилагал совместные усилия для спасения моей души, предостерегая меня от субботнего зажжения свечей, говоря, что субботняя служба иудейский, а не христианский обычай, утянет меня в глубины ада. Слышали такое? Вы уже определитесь, кто вы, или христиане, или евреи. Давайте уже, что это вы тут творите непонятное? А зачем это все нам надо? Мы все, вот не нужно нам ничего. Зачем? Ну ладно. Смотрите дальше. Силы тьмы очень сильны в Иерусалиме. И если бы рука Ишуа не держала меня крепко, я бы наверняка сломалась или потеряла душевное равновесие в борьбе вокруг зажигания света Мессии. Влиятельная группа христиан, которые были самопровозглашенными хранителями святого города, угрожала прогнать меня из страны, утверждая, что ни мне, ни любому другому члену нашей общины никогда не будет позволено войти в Иерусалим. В то время, возможно, больше, чем когда-либо, и тут очень важно, я осознала свою полную беспомощность и слабость перед лицом врага. Кажется, то, что мы говорили уже, мы опустили руки, мы увидели реальность, но она дальше говорит. Но я также осознала чудеса и силу Мессии. Именно Он провел меня через все атаки и, наконец, привел на Масленичную гору. Откуда Ешуа вознесся на небо и куда мы верим, Он вернется. Там 22 июня 1946 года в маленькой комнате арабского дома я впервые в Иерусалиме, то есть в это время, в нашем веке, зажгла субботний свет Мессии. Эта дата знаменует собой основание синагоги Мессии в святом городе. Это и записок Паулины Рос. Представьте себе, она приезжает и свои ее не принимают, вроде бы свои по вере ее гонят, но она остается верна чему? Она остается верна Божьему Слову, тому откровению, которое Бог дает ей. И мы должны быть готовы, что наш путь за Господом может привести к нас не к таким ожиданиям, которые мы, может быть, ожидали. В Иоанна 16 глава 2 3 стих Ишуа говорит, изгонят вас из синагог. Даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем самым служит Богу. Цена, цена, которую платили многие евреи и христиане. Цена, которую платили многие верующие, которые шли вместе с своими еврейскими братьями, чтобы проповедовать Богу и весть. И Ишуа говорит, знают дела твои. Ты немного имеешь силы. Но вы помните, когда у нас не хватает силы, чья сила вступает в нам подкрепление. Когда уже кажется все, конец, финиту ля комедия, приходит Господь. Рассвет. И мы видим, мы видим, как тьма отступает. Потому что на кого, да, чем словам поверишь ты? я буду верить Слову Господа. Мой личный апокалипсис, мое личное откровение, разрушение моего неверия. Я исполняю Его волю. И Он вместе, и мы вместе идем и творим Его волю. Действительно, я согласен, мы говорим, Боже, да будет воля твоя, как моя. Вот что я хочу, то мне и дай. Но мы спрашиваем ли у Господа, чего хочешь ты? Что я должен сделать для тебя? А ответы уже написаны. Идите и проповедуйте. Говорите слово вовремя и не вовремя. И Господь говорит, знаю дела твои. Это мы можем здесь сегодня говорить, но когда мы живем там, за стенами, в своих городах, в своих домах, Он же все видит. Он же все знает. Он все знает. И мы Ему не можем сказать, ну извини, дорогой, мы, ну так получилось, ну так. Но не получилось. Он не по-другому спросит нас. Он спросит, был голоден, не накормил. Был раздет, не одел. Был в тюрьме, не посетил. Ну и конечно, мы в своей религиозной гордости скажем Господь, когда же ты в тюрьме сидел? Если бы я знал, что ты в тюрьме, я бы сделал. Когда мы тебя кормили-то, забыл. И вы знаете, сегодня я хочу, чтобы вы поняли, что Ешула говорит просто, что вы сделали для малых всех, то вы делаете для меня. Знаю дела твои. Может, тебе сегодня кажется, что ты вообще ничего не делаешь. Ну, просто улыбаясь, прихожу к бабушке, раз в неделю паек приношу. Ты Господу приносишь паек. Я молюсь за эту бабушку, она никак не может исцелиться. Это не тебе надо. Господь знает, когда совершить. Ты продолжай делать, что говорит Господь. Вот так, вот видите, у меня тоже жалоба плоти, никак не могу. Понимаете, почему я не умоляю изучение, важности изучения писания и мудрости комментаторов. Но знаете, мы чаще всего антиподы. Знаете, что такое антипод, да? Стоящие противоположно. Общины в городе Верия. И если они, да, они были благомысленнее феосилоникистов, принявши слово со всем усердием, ежедневно разбирая писание, точно ли так, к сожалению, мы часто становимся похожими на товарищей из Ариапага. Помните. Афиане все живущие у них, иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы поговорить или услышать что-нибудь новое. Не знакомо вам? Что вы мне рассказываете? Ты мне расскажи секрет чудес, чтобы я сделал, дал 10, получил 100. Чтобы я вот наконец-то бросил один раз и навсегда. Что ты мне этой молитвы? Сколько там? Пять дней молиться? Зачем оно мне надо? Ты что? Я хочу сразу таблетку выпью, и у меня хорошо. А Господь говорит, нет, у тебя мало силы. Я хочу, чтобы ты уповал на меня. Вот это драгоценное из ничтожного упование на Бога, упование на того, кто дает силу, упование на того, кто изменяет, отменяет приговоры. Пурим это отмена приговора, помните? Ханука это возвращение народа из духовного гаута, куда он забрел. Ишуа приходит и говорит, идите за мной, идите за мной. И помните, он все время говорил, блаженный, что слышащие и исполняющие. Очень часто мы слышим, но вторая часть опускается. И мы приходим и начинаем опять разговаривать. И обсуждаем, а что же это значило, а вы знаете, а Раби Шимон во имя Раби Йоханана сказал, а что сделал Раби Шимон во имя Раби Йоханана, вы знаете? Я знаю. Он ходил в чумные кварталы и кормил больных людей. И при этом говорил. А мы говорим и проходим мимо людей. А потом говорим, ну не надо, ну что это, они не заслуживают вот это. Не бросайте святыню псам. Помните, вот любимое такое место Писания. Писание, знаете, очень важное значение, я к молитве хочу добавить еще Писание, Слово Божье. Слово живого Бога. Вы когда-нибудь думали, что две тысячи, три тысячи лет назад Господь произнес Слово и оно сегодня в ваших книгах осталось. И вы можете открыть страницу и вернуться в прошлое и войти в это состояние и пережить то же самое, что переживали пророки. Знаете, иногда это получается. Иногда это получается. и ты начинаешь понимать, как было женщине, которую взяли в прелюбодеяние и когда она смотрела на тех, с кем еще вчера надружила и которые готовы сегодня ее убить. И ты понимаешь, что у прокаженного, который кричал не подходи ко мне, не надо. И его ужас, когда Ишоу обнимал его и когда он видел, что происходит невозможное исцеление. Вы понимаете, о чем я говорю сегодня? Это то драгоценное из ничтожного поговорить с человеком, улыбнуться ему, просто сказать, слушай, у тебя все получится. Это ничтожно. Но порою многие люди благодаря этому совершали то поприще, для которого призывал их Господь. Петр, помните, наш любимый Шимон Кефа. Помните? Господь сказал, что если хоть один раз ты отречешься перед людьми, отрекусь перед ангелами небесными. Сколько сделал Шимон? Три раза. Три раза. Нет ему спасения. Есть. Открываем книгу и Ишуа спрашивает его. Шимон, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Посей овец моих. Иди и делай мое дело. Выполняй то, для чего я призвал тебя. И Писание говорит, имя Господа крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Вы знаете, где самое удобное безопасное время во время шторма? Правильно. Моряк. Моряк. Понял. Послушайте, самое идеальное место во время шторма, в эпицентре шторма. Вы не представляете себе, это кажется тоже, как это так. Но это правда. Где самое безопасное, знаете, в Израиле есть поговорка, вы знаете, где самое безопасное время во время войны? На передовой. потому что сержанты учат солдат жить и выживать для своей страны, а не умирать за родину. Понимаете? Вот что важно. Вот эти маленькие, кажется, фрагментики, вот эти маленькие жемчужинки, о которых я говорил в начале. Тот жемчуг, который можно купить. И я хочу завершать, подойти уже к концу. И помните знаменитую историю с Азарием, Исаилом и Анании. Хорошо. Напомню вам их хаудейские имена. Сидрах, Медрах и Авденага. Помните эту историю? Интересная история. Царь говорит, если не поклонитесь Идову, что? Пойдете в печь. Когда будет, там уже Идов пошел, и царь, и Идов, он говорит, что будет при звуке цитры, тимпанов, музыки, поклонитесь. Они говорят, не поклонимся. Царь смотрит на них, ребята хорошие, приходит и говорит, ну, слушайте, ну, что вам помешает? Да сделайте вы это, тихонечко, никто не узнает, будете жить дальше. И Даниила 13, 3 глава, 17 и 18 стих. Это ответ этих юношей, который привел в ярость царя. Наш Бог, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от твоей руки царь избавит. Это, говорите, вы, стоящие в оковах возле печи? Странные ребята. Ну, вот это дальше ответ, он всегда нравится. Если же не будет того, то есть не будет наши ожидания исполнены, да будет известно тебе, царь, что мы твоим богам служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. И вы помните, я говорил в самом начале, да, вижу ваши дела, немного силы имеете. Следующий какой? Храните откровение, да, и мое имя. и чисти. Вот, кажется, маленькие такие фрагментики, ничтожные. Но мы смотрим на жизнь этих людей. Мы смотрим на эту женщину из Южной Африки, Паулину Росс, которая приехала в Израиль, и сегодня многие смотрят, говорят, о, я бы хотел жить, как она жила, такая вот, хауцин мессианского движения. Сколько она заплатила цены? Когда Иерусалим обстреливали, не один раз. она была под обстрелами, не один раз она была на острие смерти, но никогда она не оставляла служения. Каждый день молитва за спасение Израиля, молитва за весь мир продолжалась в Иерусалиме с момента зажения свечей. Каждый день они поднимались, пересекала обстреливаемый город, поднималась и зажигала свечи. Не в честь царицы субботы, а в честь господина Шабата, в честь Ешуа Машиеха. А потом, когда уже прошло время, они отправились с мужем на эту гору, Сион. И вы знаете, посмотрев на этих сумасшедших, городские власти сказали, да берите этот уже дом, только не надо нам, ой, не надо нам вот эти ваши нервотрепки. И получилось, что дом поднимался очень резко кверху. И это была единственная дорога. И чтобы получить там, ну, как вы понимаете, строительный материал, ну, это тяжело было двум старикам это сделать. Но оказалось, что в то время, папа Римский решил посетить Иорданию. И мимо дома наших роуз провожили идеальную шикарную трассу в Иорданию. То есть через этот. И они построили этот дом. А когда началась война, шестидневная война, Иерусалим был соединен, группа десантников остановилась у них и хотели пить, ну, воды. Они вынесли им воды. И вдруг врывается командир и говорит, мы освободили стену плача, но у нас нету флага. У нас нету еврейского флага. Что нам делать? И она пошла в спальню, взяла свою простынь, они нашли синюю краску, нарисовали флаг Израиля, взяли грабли, обломали корешок, сделали флаг, и этот флаг был на башне Давида. Вам не кажется это символически? Мы сегодня, мессианские верующие, верующие в еврейского мессию, не воспринимаемся серьезно многими. Нам говорят, где ваша сила? Где ваше количество? Нам говорят, что вы делать можете? Послушайте, мы верны слову, мы храним его имя в части. И я верю, верю, что придет тот момент, когда он посмотрит на каждого из нас, скажет, иди к мне, иди сюда, возлюбленный, раб мой. И это будет великое звание Сына Божьего, раб мой, исполняющий волю мою. Вот такое небольшое, наверное, к тому, что вы сегодня говорили. Потому что я верю, что и слово, и молитва, и все остальное, оно имеет важность. Вот эти маленькие, маленькие, незначительные шаги. Кто-то, помните, Сент-Экзюпери, молитва маленьких шагов. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Я приближаюсь к цели. Шаг за шагом. И вот уже я стою возле стены, плача. Еще один шаг, и я вижу Машеха, который идет ко мне. Молитва маленьких шагов. А мы же привыкли как? Но, к сожалению, в сказке летели кости, в сказке летели объедки, и ничего такого не было. Поэтому пусть Господь Израиль, Машех, Ишуа, благословит нас. Благословит нас сегодня, делать вот эти маленькие шаги и доставать вот это из ничтожного драгоценное. То, что мы, может, и не обращали раньше внимания. То, что мы привыкли и не думаем теперь об этом. Мы просто берем это и признаем это действительно, как написано, диадемой в его царском венце. Шалом, спасибо. Но, если мы не знаем историю нашей, то я вам хочу сказать И, может, И, может, одно мое, которое обоятно то есть физку, походи из себя, то есть, rereет эту цару, то естьLove, как сказал, то есть, что вот эти мастеры, которые, которые, где-то, все الشрины, и для чего-то. Субтитры создавал DimaTorzok